Всем привет! Сегодня вам расскажу, как можно очень сильно сэкономить ваш заряд батареи. При этом не нужно скачивать никаких абсолютно программ на ваш телефон. Нужно всего сделать несколько настроек, и батарея будет держать очень долго, и вы сэкономите где-то 30-40% заряда, просто навсего уделив этому видео несколько минут. На наших телефонах по умолчанию установлено от разработчиков очень различные функции и приложения, которые очень тормозят систему, и тем самым еще они разряжают ваш смартфон, забирают очень много оперативной памяти, и так как оперативная память постоянно забита и потребляется вашими ресурсами телефона, то батарея, конечно же, просто тает на глазах. И сейчас я вам покажу, какие настройки нужно сделать, чтобы автономность работы вашего смартфона была намного лучше, чем до этого. Итак, смотрите, мы воспользуемся обычными стандартными настройками. Заходим, и здесь есть пункт о телефоне. Нажимаем на него, ищем версия MIUI, и здесь находится, так сказать, строка нашей прошивки. Мы просто берем по ней и нажимаем около 7 раз, пока нам не напишет, что мы стали разработчиками. Мне пишет, что не нужно, вы уже разработчик, потому что у меня эта функция уже активирована. Теперь мы возвращаемся, снова заходим в настройки и ищем расширенные настройки. И здесь внизу есть для разработчиков. Мы заходим сюда, и здесь немножко нужно будет полистать. И первый пункт найти, не отключать мобильный интернет. Не отключать передачу данных по мобильной сети даже при активном Wi-Fi для быстрого переключения между сетями. То есть, одновременно у вас работает и Wi-Fi, и мобильные сети. То есть, если вы пользуетесь мобильным оператором, одновременно вас сжирает батарею две функции. Даже если они здесь выключены в шторке, вот здесь, видите, Wi-Fi сейчас работает, а мобильный интернет отключен. Но на самом деле, у вас есть еще функция мобильного интернета, который одновременно работает. Мы эту функцию отключаем. И смотрите, показываю сразу вторую функцию. Ограничение запросов Wi-Fi. Уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети. То есть, вот эту функцию нужно включить обязательно. Тем самым, будет меньше запросов телефона, меньше поиска Wi-Fi сетей, которые вам абсолютно не нужны. И батарея станет дольше держать. Дальше, смотрите, показываю следующую функцию, очень важная. Трассировка системы. Когда мы зашли сюда, вот здесь есть два пункта, которые у вас могут быть включены. Запись действий на телефоне, вот так, если включено, обязательно отключите. Вы видите, у меня было отключено. Ну вот здесь, здесь ниже тоже. Записывать действия приложений, доступные для отладки. Это нужно только для разработчиков. И задайте себе вопрос, вы когда-то собирали информацию какой-то в какой-то файл и отправляли ли разработчику для того, чтобы он посмотрел, что с вашим телефоном? Ну, я думаю, реально, такие действия делают единицы. Отключаем и экономим таким способом заряд батареи. Теперь, смотрите, выходим полностью с этого меню. Заходим в настройки. Листаем вниз. Находим местоположение. Видите, у нас доступ к местоположению отключен. Листаем вниз. И здесь есть точность геолокации. Как вы видите, серым фоном написано включено. У вас тоже оно будет включено. То есть, здесь обязательно выключаем. Потому что, если у вас геолокация выключена, то здесь она автоматически в скрытом режиме будет работать. И геолокация в экстренных ситуациях. Тоже выключайте. Абсолютно ненужная функция. И садит очень сильно батарею. Вот такие несколько настроек проделайте. И ваш телефон станет держать батарею намного дольше, чем обычно. Если вы хотите еще больше сэкономить вашу батарею, то у меня есть несколько роликов на канале. Можете посмотреть, где можно отключить абсолютно ненужные приложения. И таким способом вы сэкономите еще больше заряда. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И до новых встреч.